В книге представлены, естественно, что, может, надо было начать, персонажи Уральской поэтической школы. Их более 130. Это те люди, которые были опубликованы в предыдущем проекте, начальной, что ли, стадии, антологии современной уральской поэзии, которая выходит раз в 7 лет, производя некий смотр, ротацию и демонстрацию реальной поэзии на Ураль. Вот эти люди представлены избыточно. Мы сделали избыточную информацию, потому что только избыточная информация запоминается. Вы сможете посмотреть у тех, кто получит или привезет эту книгу, подробно то, о чем я говорю, с вами пересказывать не буду. Там эта книга сугубо индивидуальна. Она субъективна по одной простой причине, что никакой объективности нет на свете. Нет. Субъективность, я это всегда говорил, иногда падает в кокетливый обморок объективности. Ей стыдно быть самой собой. Тогда она падает, как Жанна Прохоренко в «Жените бальзаминок». «Сделайте себе плохо». И она падает, и мы видим, вроде бы, как объективность. На самом деле, конечно, этого нет. И мы в этой книге видим взгляд нескольких людей на 30-летнюю историю. Хотелось бы, конечно, еще сказать несколько слов о многом, что, в принципе, конечно, невозможно. Поэтому я, пожалуй, не буду ничего больше говорить, а предоставлю вашему вниманию линейку авторов, уральских авторов из разных городов. Их отличают от других 130-ти. Только то, что они сегодня здесь. На их месте мог быть любой из авторов, опубликованных в трех томах энциклопедии. Но сегодня мы имеем счастье послушать и посмотреть на них, что само по себе грандиозно. Спасибо.